всем привет в моей жизни тоже был период подросткового нигилизма когда я считал группу слэйт примитивной дешевой в общем подростковой никому не нужной мусорной музыкой то есть сначала когда я был маленький мне очень нравилось все это вся эта история потом когда я подрос и вступил в период подросткового нигилизма стал слушать как мне казалось умную сложную музыку я стал полностью отрицать слэйт это вообще это вообще этот этап прошел и никогда к этому не вернусь мне даже стыдно что когда-то мне это нравилось но потом когда я стал мудрее и взрослее я понял что ничего подобного что это замечательная группа вот такие красавцы такие красивые красивые красавцы выражаясь литературным языком скажу я слэйт ази может бездарный человек написать такие песни как move over как look at last night goodbye to jane goodbye goodbye i don't mind шикарный номер шикарный совершенно нет это не простая музыка это очень хорошая группа мы тут дмитрий юрьевичем недавно обсуждали вот эту пластинку слэйт и лайф и много про нее и чего рассказал поэтому в ролике дмитрий юрьевичем вы можете насладиться и этим его собственно я даже в своих плейлистах у меня где-то есть история про слэйт и лайф но опять-таки общаясь с дмитрием юрьевичем зашел разговор об альбоме слэйт энд флейм про который сегодня я и хочу в основном с вами потолковать дело в том что я никогда не видел фильм слэйт энд флейм и посмотрел его сегодня ночью благо электронные приспособления позволяют нам это делать я впервые сейчас вот своем уже возрасте умным посмотрел слэйт энд флейм получил большое удовольствие на сказать хотя эту пластинку я слышал когда еще в школе учился слэйт энд флейм она мне очень нравилась она мне сейчас нравится про нее я сейчас расскажу фильм на самом деле так себе конечно если рассуждать с точки зрения как фильм ну я фильмами занимаюсь больше 15 лет уже поэтому смотрю на это дело изнутри фильм так себе но его отличает от массы художественных фильмов о рок-музыкантах с участием рок-музыкантов точнее то что там какая-никакая история все-таки есть там есть история там есть нормальный сценарий очень прямолинейный очень понятный безо всяких поворотов безо всяких неожиданностей такой прямой как шпала но вполне смотрибельный такой ну я я не скажу опять-таки повторить что это шедевр это совсем не шедевр посмотреть его стоит тем кто любит музыку тем особенно кто любит слэйт конечно вы стоит посмотреть и фильме что что интересно в этом фильме да я кстати говорил много раз я терпеть не могу фильмы с участием рок-музыкантов потому что но актер это профессия которые учатся отдельно специально много лет актер должен обладать ремесленными навыками актерской профессии и я повторяю этому нужно учиться просто так выйти встать перед камерой и начать изображать себя актера ничего не получится не не получалось ни у кого не у джаггера не получалось ни у моего любимейшего дэвида бауи не получалось несмотря на то что многие хвалят картину с его участием он не актер совсем драматически он певец он певец композитор и достаточно джон леннон в кино тоже это все это все не то элвис пресли в кино это тоже все не то у фрэнка синатра что-то такое получалось но фрэнк синатра это отдельная история это невероятное приключение итальянца в нью-йорке да можно можно так сказать или в лос-анджелесе в голливуде в общем это все про пресли я уже тоже умолчу это зарабатывание денег ну бог с ним у слейда получилось немножко получше надо сказать потому что все четверо там играют там есть характеры там есть линии поведения у каждого героя ну понятно что они не актеры это в общем мне это видно может быть кстати говоря большинству может быть это и не видно я я не противопоставляю себя большинству я более-менее там условно говоря ремесленно терра профессиональной точки зрения вполне себе они вписываются в картинку работают стараются да все у них на том уровне который там задан изначально все там получается а история удивительная потому что тут то о чем рассказывается в этом фильме о начале взлете и крахе распаде популярный про взлет я сказал да популярной группы она прекращать свое существование расходится и фильм этот не был популярным потому что зрители хотели увидеть рок-н-ролл во всей красе пафос красоту лимузины небоскребы огромные концерты и весь кайф рок-н-ролла чтобы это было красиво зритель хотел чтобы было красиво особенно американский зритель там ничего красивого нет слейден флейм там что мне понравилось там действительно нормальная обычная жизнь рук музыканта музыкантов начинающие группы популярной группы и группы в процессе распада то есть это дешевые клубы дешевые какие-то пабы где играет группа за 15 фунтов за концерт из которых 5 фунтов ворует еще лидер певец там другой у них лидер певец в самом начале изображающие себя элэса пресли какого-то двойника вот им дают 15 фунтов из них лидер прикарманирует пятерку а потом в машине говорит ну нам заплатили всего десятку давайте делить на всех ну давайте делить на всех тоже неплохо вот такая жизнь маленькие квартирки грязные рабочие районы вот эти вот дешевые пабы никому из зрителей это не интересно было зрителям было интересно чтобы это было ох рок-н-ролл элвис пресли вот это все вот ничего там такого нет и фильм можно сказать провалился после чего и группа практически пришла на грань распада почти прекратила свое существование потому что фильм провалился как-то так вяло пошло дело с продажами пластинок а потом пришла другая мода потом пришел уже панк-рок пришло вот это все современное звучание и музыка слейда вот это такой старый британский рок-н-ролл уже вроде как был никому не нужен и все и казалось бы что все конец всему пора расходиться но сейчас чендлер вытащил их на фестиваль не помню какой то ли в рейдинге то ли где то еще и они даже не были заявлены в программе они прошли сквозь технический персонал с гитарами и там все удивлялись а вы то что здесь делаете старики чего приперлись сюда архаичные вот эти вот клоуны в своих костюмах волосатые уже другая музыка уже другие люди играют но слейд вышли на сцену и убрали весь фестиваль всю публику смели просто неожиданно для себя и популярность вернулась слава богу просуществовали еще много-много лет но о музыке во первых читал я аннотацию на одно из изданий первого альбома группы t-rex после тарионозавру срекс уже когда пошел тирекс в аннотации было написано что на сегодняшний день есть две группы в англии которые являются продолжателями того что делали beatles как вы думаете какие это группы это тирекс и слейд если кто понимает музыку beatles любит ее и погружен в нее как следует он может согласиться с этим я кстати говоря с этим соглашаюсь потому что слейд и тирекс на тот момент времени это группы которые действительно делали то же самое что делали beatles конечно по-своему конечно с другим звуком с другие с другими вокальными приемами и всем прочим но в общем дело было тоже ровно то же самое то есть продолжатели дела beatles это как раз слейд одни из причем одни из самых ярких наверное потому что мелодика мелодика потрясающая у слейда у них нет ни одной по крайней мере в тот период о котором мы сейчас говорим то есть это семидесятые годы ни одной слабой песни не мелодичный все продумано все очень талантливо выстроено все невероятно красиво и отменно исполнено но ноди холдер вокалист от бога настолько точный настолько эмоциональный настолько понимающий то о чем он поет и поет вот с таким еще диапазоном с мощнейшей подачей это очень здорово про музыкантов я молчу вообще потому что музыканты с нормальным серьезным образованием джим ли басист на мой взгляд это основной музыкант вообще в группе скрипач мульти инструменталист фортепиано скрипка бас-гитара гитара вокал все что угодно такой музыкальный стержень этой группы может быть я ошибаюсь да простят меня близкие к слейду люди но никто не будет отрисовать роли джима ли который на бас-гитаре играет фантастическим образом например в первой песне вот how does it feel который начинается с фортепиано очень красиво с изумительной вокальной партии с красивейшей мелодии под фортепиано поет но ди холдер шина необычно непривычно для слушателей вот этих пластинок потом включается пачка духовых мощнейшие откуда не возьмись откуда у слейда вдруг это взялось фортепиано духовые просто пробивающие все идет песня и и идут вот эти духовые вот этот накат звука с драматической мелодии драматичный пропеваемый холдером и финал идет такое затухание остается фортепиано бас-гитара и коротенький выход бас-гитары финале где джим ли играет практически соло довольно сложная на вас гитаре играет бэнда еще на бас-гитаре там подтяжки глиссанда и бэнда вот я вам скажу такую штуку изумительно красиво без излишнего без излишних наворотов каких-то каких-нибудь там еще оркестров синтезаторов вот это всего вот этот она крутить там можно было в сколько угодно в песнях how does it feel она предполагает хоть симфонический оркестр она настолько красиво и сложна и музыкально что элтон джон из нее бы сделал конечно полотно какое-нибудь грандиозное потом у нас идет следующий номер домкайда манки can swing после вот этой красоты рок-н-ролл со слайдом на перегруженной гитаре и пошло рубилова здравствуйте мы вспомнили нормальный наш слейд привычный вот отсюда но очень мелодично очень правильно аранжировано все то есть просто от балды так не сделаешь соберется группа от балды давайте сыграем что-нибудь похоже ничего не получится so far so good следующий номер распевный красивый какой-то маршевый немножко такой ведущий за собой можно сказать и опять таки с с удивительными подъемами голоса холдера который не орет а поет поет высоко мощно красиво сильно и очень хорошая мелодия замечательно самый шланг вышел его яхе привет миша 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 его яхе тоже в первую долю почти марш тоже ведущий за собой это же с вот этими самыми голосовыми чудесами там там чудеса там заслушаешь меня что это чудеса ну окей yesterday классический рок-н-ролл заводной а шестой номер первое на второй стороне песня я смотрю на список песен потому что здесь они перепутаны все я еще плохо вижу в очках вплоть по утьме поэтому мне так проще фа фаруэ это изюмина это шедевр это хит это одна из лучших песен наверно одна из там 500 лучших песен рок-музыки двадцатого века она просто хорошо ее можно сравнить там я не знаю с отелем калифорния с чем-нибудь еще кстати говоря с битлз очень много сравнивали с лейт и и я я не то что сравниваю я говорю что это это в струе битлз по полной схеме идет и по мелодике и по энергии и по подаче и по аранжировкам очень музыкальным очень правильному продуманным все не просто так все это как я повторю сейчас не от балды вот так все сыграло очень все классно и конечно this girl мрачная страшная тревожная и очень точно музыкально сделанная песня она очень страшно очень мрачная а после неё долей долей даун просто какой-то классический авангард музыканты показали все на что способны при этом остались в структуре британского поп-рока то что называется мелодично но наиграли там какого-то просто чего-то чего-то невероятного умеют умеют все умели точнее к сожалению свой динфлейм одна из классических пластинок британского рока очень хорошая музыка просто просто очень-очень хорошая heaven knows я забыл еще и станет он икона это классический это прямо вот сюда убери эти песни вставляю этот альбом в общем пойду пить за группу слэйт группа нашей молодости пока